Ламинирование волос с желатином в домашних условиях – недорогая процедура с салонным эффектом. Если вы ищете доступный способ оздоровления своих волос, стоит присмотреться к такому варианту, как ламинирование волос с желатином в домашних условиях. Именно эта процедура позволяет заметно улучшить состояние луковиц на голове, а также скрыть значительные признаки их повреждения. Подобные процедуры в салоне весьма значительны, поэтому все более популярным становится домашнее ламинирование с применением желатина. Апостроф, закрывающая круглая скобка, точка с запятой, закрывающая фигурная скобка. Польза для волос основным достоинством желатина является наличие в нем коллагена, являющегося белком, известным своей особенностью сохранять естественную красоту всего организма. Именно поэтому желатин берется за основу в домашнем ламинировании. Эффект достигается путем покрытия обрабатываемой поверхности защитной пленкой с целью скрыть микротрещины и другие явные повреждения. Рекомендуем прочесть подборка лучших рецептов желатиновых масок для роста волос. Плюсы и минусы плюсы. Результатом проведенной процедуры является увеличение густоты волос, гладкость и необычайная мягкость, а также впечатляющий здоровый блеск. Восстановление секущихся кончиков уходит на электризованность. Абсолютная безопасность. Домашнее ламинирование разрешено даже беременным. Ощутимая экономия в сравнении с аналогичной салонной процедурой. Минусы. Несоблюдение всех этапов воспроизведения рецепта может привести к неприятным последствиям пересушивания. Чрезмерной жирности и прочее. Возможное отсутствие эффекта ускоряется период, когда волосы начинают жирнеть. Отмечается возможность увеличения сухости кончиков. Классический способ ламинирования. Рекомендуем прочесть. Ламинирование волос без желатина в домашних условиях пошагово. Фото да и после. Классический рецепт желатинового ламинирования. Разберем как делать ламинирование. Волос в домашних условиях желатином пошагово. Обычно под этой процедурой продозумевает указаны ниже два способа. Вариант 1. Необходимые ингредиенты. 1 пакетик 15 грамм желатинового порошка. 3 столовые ложки кипяченой воды. Она должна быть не холодной. Продукт будет долго набухать и не горячий, может свернуться. Идеальная температура комнатной или чуть выше половины столовой ложки подходящей маски. В зависимости от длины волос ингредиентов может понадобиться и больше. Пошаговая инструкция. Желирующее вещество заливается водой на время длительностью в 20 минут. Хорошо размешивайте массу, чтобы избежать комочков. А если они у вас образовались, лучше процедите полученную жижу через марлю. В противном случае они приклеятся к волосу и вы не сможете их вычесать. Следующим этапом является растворение желатинового порошка. Сделать это можно либо на водяной бане, либо в микроволновке. В завершение в состав добавляется любая подходящая маска. Втирающими движениями в направлении сверху вниз распределяется средство по всей длине. Корней касаться нельзя. Далее состав покрывается полиэтиленом и прогретым полотенцем. Время выдержки – 40 минут. Затем просто нужно помыть голову и высушить естественным путем. Вариант 2. Другой вариант домашнего ламинирования происходит в два этапа. Этап 1. Приготовление и нанесение ламинирующего шампуня. Для удобства можно сразу развести пачку желатинового порошка для обоих этапов, а затем распределить пополам для дальнейшего приготовления. Понадобится пол пачки желатина от 6 до 8 ложек теплой воды 50 мл детского или органического шампуня. Инструкция. Растворяем основной компонент в теплой воде до однородности. И добавляем шампунь в рапорции 1.1. Шампунь обязательно должно быть одинаково с желирующим веществом, иначе можно испортить локоны, сделав их чрезмерно хрупкими. Наносим на нем эту голову. Выдерживаем кашицу в течение 40 минут, прикрыв состав полиэтиленом и прогретым полотенцем. Далее, все вспениваем и хорошо смываем теплой водой. Этап 2. Приготовлении маски понадобятся все те же продукты, что и в первом этапе. Только вместо шампуня добавляем бальзамы 1.1. Инструкция. Наносим привычным образом, избегая участков у корней. Точно так же укутываем полиэтиленом и оборачиваем прогретым полотенцем. Выдерживаем от 40 до 120 минут. Промываем теплой водой. Советы данную процедуру лучше проводить не больше одного раза в три недели. Волосы с плотной азиатской структурой лучше не ламинировать. А вот тонкие пересушенные очень даже рекомендуется. Особенно хорошо проводить ламинирование для окрашенных волос. Поскольку образовавшаяся пленка не дает пигменту вымываться. Естественно, окрашивание нужно проводить до проведения такой процедуры. Феном после ламинирования пользоваться можно, а вот от выпрямителей плойки, утяжка и прочее, лучше отказаться. При возможности лучше не мыть голову после проведенного ламинирования несколько дней. В течение суток после процедуры волосы лучше не стягивать в хвост, пучок или в косу. Делать маски на основе желатина. Поскольку данные косметические средства похожи по своему эффекту на домашнее ламинирование, то их тоже можно использовать для оздоровления своей шевелюры. При их нанесении состав прикрывается полиэтиленом и полотенцем, а после выдержанного времени смывается шампунем. Рецепты масок с желатином Маска с яйцом для всех типов волос Смешиваем пакетик желатинового порошка, желток и пару столовых ложек бальзама. Оставляем на 30 минут для набухания и наносим на голову. Сроки применения – не чаще раза в неделю. Маска для сухих волос Смешиваем стакан молока, столовую ложку желатинового порошка и такую же ложку меда. Даем разбухнуть и наносим на 1 час. Маска с лимоном для жирных и окрашенных волос Смешиваем сок, половина цитруса и столовую ложку желатинового порошка. Даем набухнуть. Добавляем сюда пару ложек шампуня и оставляем на полчаса. Смываем просто водой. Чтобы волосы были здоровыми и шелковистыми, принимайте витамины для роста волос. Самые популярные среди них – Алирана, Комплевит, Айвит, Биотин, Пантовигр. В перфектил полезное видео Светлана Бажина рассказывает про маску с желатином польза для волос. Основным достоинством желатина является наличие в нем коллагена, являющегося белком, известным своей особенностью сохранять естественную красоту всего организма. Именно поэтому желатин берется за основу в домашнем ламинировании. Эффект достигается путем покрытия обрабатываемой поверхности защитной пленкой с целью скрыть микротрещины и другие явные повреждения. Рекомендуем прочесть подборка лучших рецептов желатиновых масок для роста волос. Плюсы и минусы плюсы. Результатом проведенной процедуры является увеличение густоты волос, гладкость и необычайная мягкость, а также впечатляющий здоровый блеск, восстановление секущихся кончиков, уходит на электризованность, абсолютная безопасность. Домашнее ламинирование разрешено даже беременным. Ощутимая экономия в сравнении с аналогичной салонной процедурой. Минусы. Несоблюдение всех этапов воспроизведения рецепта может привести к неприятным последствиям пересушивания чрезмерной жирности и прочее. Возможное отсутствие эффекта ускоряется период, когда волосы начинают жирнеть. Отмечается возможность увеличение сухости кончиков. Классический способ ламинирования. Рекомендуем прочесть ламинирование волос без желатина в домашних условиях пошагово. Классический рецепт желатинового ламинирования. Разберем как делать ламинирование волос в домашних условиях желатином пошагово. Обычно под этой процедурой продозумевает указаны ниже два способа. Вариант 1. Необходимые ингредиенты. 1 пакетик. 15 грамм. Желатинового порошка. 3 столовые ложки кипяченой воды. Она должна быть не холодной. Продукт будет долго набухать и не горячий, может свернуться. Идеальная температура комнатной или чуть выше половины столовой ложки подходящей маски. В зависимости от длины волос ингредиентов может понадобиться и больше. Пошаговая инструкция. Желирующее вещество заливается водой на время длительностью в 20 минут. Хорошо размешивайте массу, чтобы избежать комочков. А если они у вас образовались, лучше процедите полученную жижу через марлю. В противном случае они приклеятся к волосу и вы не сможете их вычесать. Следующим этапом является растворение желатинового порошка. Сделать это можно либо на водяной бане, либо в микроволновке. В завершение в состав добавляется любая подходящая маска. Втирающими движениями в направлении сверху вниз распределяется средство по всей длине. Корней касаться нельзя. Далее состав покрывается полиэтиленом и прогретым полотенцем. Время выдержки 40 минут. Затем просто нужно помыть голову и высушить естественным путем. Вариант 2. Другой вариант домашнего ламинирования происходит в два этапа. Этап 1. Приготовление и нанесение ламинирующего шампуня. Для удобства можно сразу развести пачку желатинового порошка для обоих этапов, а затем распределить пополам для дальнейшего приготовления. Понадобится пол пачки желатина от 6 до 8 ложек теплой воды 50 мл детского или органического шампуня. Инструкция. Растворяем основной компонент в теплой воде до однородности. И добавляем шампунь рапорции 1.1. Шампуня обязательно должно быть одинаково с желирующим веществом, иначе можно испортить локоны, сделав их чрезмерно хрупкими. Наносим на нем эту голову. Выдерживаем кашицу в течение 40 минут, прикрыв состав полиэтиленом и прогретым полотенцем. Далее, все вспениваем и хорошо смываем теплой водой. Этап 2. При готовлении маски понадобятся все те же продукты, что и в первом этапе, только вместо шампуня добавляем бальзам 1.1. Инструкция. Наносим привычным образом, избегая участков у корней. Точно так же укутываем полиэтиленом и оборачиваем прогретым полотенцем. Выдерживаем от 40 до 120 минут. Промываем теплой водой. Советы. Данную процедуру лучше проводить не больше одного раза в три недели. Волосы с плотной азиатской структурой лучше не ламинировать. А вот тонкие пересушенные очень даже рекомендуется. Особенно хорошо проводить ламинирование для окрашенных волос. Поскольку образовавшаяся пленка не дает пигменту вымываться. Естественно, окрашивание нужно проводить до проведения такой процедуры. Феном после ламинирования пользоваться можно, а вот от выпрямителей, плойки, утюжка и прочее, лучше отказаться. При возможности лучше не мыть голову после проведенного ламинирования несколько дней. В течение суток после процедуры волоса лучше не стягивать в хвост, пучок или в косу. Делать маски на основе желатина. Поскольку данные косметические средства похожи по своему эффекту на домашнее ламинирование, то их тоже можно использовать для оздоровления своей шевелюры. При их нанесении состав прикрывается полиэтиленом и полотенцем, а после выдержанного времени смывается шампунем. Рецепты масок с желатином. Маска с яйцом для всех типов волос. Смешиваем пакетик желатинового порошка, желток и пару столовых ложек бальзама. Оставляем на 30 минут для набухания и наносим на голову. Сроки применения не чаще раза в неделю. Маска для сухих волос. Смешиваем стакан молока, столовую ложку желатинового порошка и такую же ложку меда. Даем разбухнуть и наносим на 1 час. Маска с лимоном для жирных и окрашенных волос. Смешиваем сок половины цитруса и столовую ложку желатинового порошка. Даем набухнуть. Добавляем сюда пару ложек шампуня и оставляем на полчаса. Смываем просто водой, чтобы волосы были здоровыми и шелковистыми. Принимайте витамины для роста волос. Самые популярные среди них Алирана, Комплевит, Айвит, Биотин, Пантовигар. Перфектил полезные видео. Марина Гришкова рассказывает про выпрямление желатином. Светлана Бажина рассказывает про маску с желатином. Продолжение следует...